Дневной разворот в Кирове. Светлана Удельная, Игорь Рысев. На часах 11.07. Сегодня мы будем говорить о том, что сигаретные пачки украсят шокирующими изображениями. Испугают ли они курильщиков? Сегодня мы попытаемся разобраться. Уже в этом году, уже совсем в ближайшее время, на пачках сигарет в России появятся картинки, изображающие различные последствия курения. Соответствующий приказ подписала глава Министерства социоразвития Татьяна Голикова. Изготовителям дадут один год для внесения изменений на пачку. Вопрос слушателей к вам. Как вы к этому относитесь? И если у вас есть такая пагубная привычка, испугают ли вас эти картинки? Наш номер 708502. Это прямой эфир. Волна 101.0 FM. И также наш номер телефона для ваших смс-сообщений 8909 720 101.0. И сегодня у нас в гостях Иван Рясик, начальник отдела медицинской профилактики Медицинского информационно-аналитического центра. Иван, здравствуйте. Добрый день. Во-первых, как вы относитесь к этому? То, что появятся вот эти картинки, будет не только надпись о том, что курение вредит вашему здоровью, но будут еще и изображения. Я посмотрела, какие-то изображения. Вы их видели? Ну, конечно, мы видели эти изображения. На самом деле мы не изобретаем здесь велосипед. Мы используем тот международный опыт, который оказался успешным в борьбе с таким распространенным пороком человечества, как табакокурение. И, конечно, учитывая то, что мышление и видение многих людей является кинематографичным и картиночным, никакая надпись не может оказать того эмоционального воздействия, которое окажет самое порой безобидное цветографическое изображение. Ну, давайте для наших слушателей мы поясним, если они не видели, то какие-то картинки, да? Вот это фотографии. Это фотографии тех органов, которые изменяются в процессе курения. Например, это легкие курильщика. Или это могут быть изображения конечностей, которые изуродованы фактически в результате гангрены, в результате воздействия курения. Это состарившееся лицо или руки, предположим, да? То есть образов, которые не всегда приходят на ум курильщику, достаточно много. И кого-то не заставят задуматься слова. Ведь по этому поводу даже шутят о том, что Минздрав предупреждает, да? Но никак не серьёзно относятся к словам. В отличие от такого зримого образа. А какие страны уже прошли вот этот путь с этими картинками? И какие результаты показали? На самом деле большинство стран Европы и Соединённые Штаты. И везде был один и тот же фактический результат. Уменьшение количества курения среди особенно молодёжи. Там, где нету той табачной зависимости, которая мёртвой хваткой держала бы человека. Просто, насколько я понимаю, эти картинки призваны в первую очередь не отучить курильщиков курить, а не дать возможности начать курить с тем, кто ещё не курит. То есть той же молодёжи, которая, к примеру, эти картинки будет видеть, и просто уже пройдёт этот товар мимо. Ну да, ну когда готовились к эфиру, со многими пообщались, и многие придерживаются именно такой же точки зрения. Если человек курит, он уже будет курить. А если человек задумывается, как раз, может быть, начать или нет, и увидев вот эти картинки, может быть, только в этом случае и в этой стороне. Безусловно. Прежде всего, это профилактическая стратегия. Но многие курильщики, даже имея длительный стаж, всё-таки не задумываются о том, на какой тропе они стоят. И для кого-то это будут дополнительные аргументы, чтобы попытаться бросить курить. Потому что мы имеем, на самом деле, сейчас существенно серьёзные технологии, которые могут помочь человеку выбраться из вот этого капкана курения. Иногда наркологи говорят, что сила никотиновой зависимости равна силе героиновой зависимости. Вот почему так просто сам человек соскочит с табачной иглы не может. И ему порой нужны и серьёзные ресурсы силы воли, чтобы, обратившись за медицинской помощью, ему могли помочь. Да, ну, как говорит статистика Департамента здравоохранения Инкерской области, до 60% мужчин и до 30% женщин и детей в России являются курильщиками. Всего в нашей стране более 40 миллионов курят, и около 50 миллионов являются пассивными курильщиками. По сравнению с другими странами, это большие цифры, да? Это очень большие цифры, и в большинстве стран именно благодаря последовательной политике, связанной с повышением ценности сигареты, с ограничением времени пропродажи, предположим, с ограничением мест, где можно курить, с появлением цветографических изображений, удалось постепенно, год за годом, в два, а то и в три раза снизить распространённость табакокурения как среди мужчин, так и среди женщин и среди детей. Нам говорят о том, что в Европе курят меньше. Действительно меньше? Это действительно меньше. Почему? Неудобно курить. В том числе даже и такой фактор чисто даже социальный. Если социальная среда не будет потворствовать курению, если человеку для того, чтобы покурить, нужно будет постоянно искать то место, где можно покурить, или подвергаться риску получить очередной штраф, предположим, да, он волей-неволей начинает перестраивать свою жизнь, чтобы она была для него более комфортной. Да, ну вот сейчас поговорим о законопроект о защите здоровья населения от последствий употребления табака. Если действительно вступит в силу, тогда курение должно быть, будет запрещено во всех общественных местах и на всех видах транспорта, в том числе на станциях, остановках, вокзалах. Должна быть запрещена любая реклама табачных изделий, а также их открытая выкладка в магазинах. Сейчас на что запрещено? Ну, на самом деле, сейчас уже на протяжении 10 лет действует федеральный закон об ограничении курения табака, в соответствии с шестой статьей которого запрещается курение на рабочих местах, во-первых, в городском и пригородном транспорте, на воздушном транспорте, если полет менее трех часов, учреждения культуры, спорта, здравоохранения, образовательные учреждения, помещения, занимаемые органами государственной власти. И вот только сейчас, в апреле, дополнительно вводится еще одно из помещений, это органы муниципальной власти. Еще дополнительно. Хотя у нас остается еще и остановки общественного транспорта, и кафе, предприятия общественного питания. Сейчас в этих во всех местах курить можно? Да, к сожалению, да. На транспорте нельзя, да? Электрички, поезда? Но на остановке общественного транспорта, где люди находятся в ожидании, они часто подвергаются воздействию табакокурения? Мы сейчас довернемся к этому вопросу. У нас сейчас на линии появилась Екатерина Тарловская, депутат Кировской Градской Думы, председатель Вятского кардиологического общества. Екатерина, здравствуйте. Здравствуйте. Да, говорим сегодня о том, что уже в этом году на пачках с сигаретами появятся картинки такого не очень приятного вида. Как вы к этому относитесь? Я тут отношусь хорошо. Я врач-кардиолог, я понимаю, что курить – это просто смертельно опасно для сердечно-сосудистой системы. Как вы думаете, это будет действенно? Ну, опыт других стран является мерилом в виде, да, практики. Что мы будем теоретизировать? По опыту других стран это полезно. То есть, как вы считаете, вот мы сейчас затронули вопрос о том, что это будет больше профилактика, нежели как бы увод из-за числа курильщиков тех, кто уже этим занимается? Ну, смотря кого. Конечно, профилактика, безусловно, да. Увод из числа курильщиков, может быть, некоторых контингентов курильщиков, ну, например, девушке, склонная к гламуру, им будет очень неприятно такие противные пачки брать в руки. А как вы думаете, может быть, появятся такие, знаете, специальные, может, портсигары будут продавать? Еще одни, чем нынешние пачки. Это, конечно, понятно, что изобретательность человека велика, ради бога, но вот в тех странах, где это водится, там подсчитан эффект, и там действительно меньше людей начинают курить. Ну, если мы вспомним, что в Штатах курит всего 16% населения, то на 60%. А сколько там стоят сигареты, не знаете? Да, вы совершенно правы. Там значительно дороже сигареты. У нас ценовая доступность, конечно, катастрофически мала. Это да. Да, но у нас в этом году тоже уже ожидается значительный рост акцизов на табачную продукцию. Как вы думаете, вот все вот эти запретительные меры, они, ну, действительно, они приведут к каким-то положительным результатам? Или это и серия алкоголя о том, что, ну, много тоже запрещает, но много и противников этого, потому что запретный плод, он, как известно, сладок? Ну, я не знаю, я говорю, что я вот человек в этом смысле очень практичный, меня могут убедить только факты, да? И если, предположим, вот, по опыту других, так сказать, стран доказано, что это имеет значение, я этому поверю. Вот, поэтому то, что касается ценовой и шаговой доступности, это работающие моменты. Известно, сколько это привносит в снижение употребления табачных изделий, и поэтому мы только приводим наше законодательство в гармонию с законодательством европейских стран. Екатерина, спасибо вам большое за ваше мнение. Всего доброго. До свидания. Екатерина Тарловская была с нами на связи, депутат Кировской городской думы, председатель Вязкого кардиологического общества. Ну, а у нас в студии Иван Рясик, начальник отдела медицинской профилактики, медицинского информационно-аналитического центра сложного представления. Иван, да, вы говорили по поводу того, где нельзя курить, то есть перечисляли там самолеты, там, в частности, если менее трех часов полета, там, школы и так далее. Ну, вот так же на территории школы, мы же все помним, как бегаешь за угол и там куришь, грубо говоря. Тут проблема, опять, у меня возникает в том виде, что каким образом это законодательство, все приведенное к европейскому, оно будет работать у нас. Опять же, мы принимаем кучу законов, но они не работают. Кто это будет следить за этим? Безусловно, когда мы говорим о позиции самого общества, для нас очень важно, чтобы был не только законодательный акт, а была воля директора, который сам желательно, чтобы не курил, например, образовательного учреждения, и отслеживал, чтобы на территории школы этого не допускалось. Потому что у него есть тот административный ресурс, там не будет стоять на углу каждой школы милиционера. Но силами сотрудников школы это реально реализовать, как школьная политика фактически. Потому если мы сами не осознаем, насколько серьезна на самом деле опасность, которой подвергается России. Ведь мы вот, например, сейчас говорили только что в режиме новостей о демографии. Но мы забываем о том, что 400 тысяч смертей в год, непосредственно связанные с заболеваниями, развившимися в результате курения, Россия несет в качестве бремени. Это ежегодно очень серьезный удар демографический по нам. И если, как в Соединенных Штатах, предположим, довести распространенность курения до 16%, мы увидим, что сотни тысяч россиян будут выживать. Это не возникшая смертность в результате инсультов, инфарктов, опухолевых заболеваний, пожаров, предположим, которые могут быть связаны с тем, что человек закурил в постели, предположим. Дорожно-транспортных происшествий, когда он в процессе курения отвлекся и не сориентировался на сложной дорожной ситуации, предположим. Это огромное количество человеческих жизней. Мы не говорим лишь о культурной привычке. Мы говорим о том, что определяет возможность выживания для нации в условиях демографического кризиса. Ну вот как это будет работать, вестись? Мне просто на самом деле интересно. Вот я вспоминаю свою школу, я помню, там был даже специальный балкончик, который был не очень хорошо видно. Нужно было зайти за школу, и мы там видели, как выходили учителя по несколько человек и курили. Ну, грубо говоря, так же бегали какие-то мои одноклассники, даже совсем из младших классов, то есть куда-то за угол. Их никто не гонял. И как убедить директора школы, который сам, к примеру, курит 30 лет, вот как у нас пришло сообщение, курю 30 лет, фотографии на пачках, не испугаюсь, буду покупать с закрытыми глазами. И также директор, вот Борис пишет, Борис в качестве директора школы будет ходить по школе с закрытыми глазами. Что здесь должно произойти, кроме закона? На самом деле, конечно, мы говорим о том, что у нас нет другого аргумента, кроме общения и инструмента. В любом случае только за счет образовательных программ, повышения осведомленности о вреде курения, привнесении эмоциональных аргументов. Я приведу один, несколько комичный пример, с которым столкнулись в Канаде, когда выпустили сигареты марки Уинстон с подобными надписями и изображениями, где на одной из пачек были нарисованы изображения легких, и было подписано, что курение вызывает рак легких. А на другой типе пачек сигарет было написано, что курение вызывает импотенцию. И курильщик, когда подходил к кассе магазина и видел перед собой сигареты, ведь где расположены сигареты до сих пор? На уровне глаз человека, выходящего из магазина, чтобы он не забыл их купить. Но, кстати, с 1 октября 2012 года вроде бы это будет запрещено. Планируется, да. То есть, если этот законопроект примут его продажу около кассы алкогольной продукции и табачной продукции, будет запрещено. Так вот, как произошло в Канаде? Курильщики смотрели на эту ситуацию и говорили, нет, пожалуй, дайте мне пачки сигарет с раком легких, а не с импотенцией, предположим. Да, то есть, это значимые аргументы. И тогда многие психологи отметили, что если не просто формально правильный, но эмоционально значимый аргумент мы приводим в виде изображения или в виде той надписи, которая не может оставить человека неравнодушным, тут же изменяется его поведение. И вот в надежде изменить поведение курильщиков и в тех случаях, когда не сформировалась той жесткой табачной зависимости, которая позволила бы человеку отказаться от курить. Ведь почему люди курят? Не потому большинство курильщиков курит, что им это нравится, а потому что они не могут перестать курить. Так как табачная зависимость каждые 50 минут заставляет человека взять в руки сигарету. Даже почему 20 сигарет в пачке? Чтобы каждые 50 минут человек это назвал уже не перерывом, даже появилось новое слово, а перекуром, и взял в руки пачку сигарет во время рабочего дня, предположим. 8 часов человек спит, а на оставшиеся 16 часов на каждые 50 минут должна приходиться сигарета. Вот насколько велика табачная зависимость. И потому попробовать покурить, поиграть в курение, это чрезвычайно затягивающая ситуация. Слушатели, что вас заставляет курить? Испугают ли вас эти новые изображения на пачках сигарет? 708-502, звоните к нам, прямой эфир, делитесь своим мнением, также пишите смс-сообщение на номер 8-909-720-101-0. Да, не забывайте подписываться, еще прочитаю одно смс из разряда моих выше обозначенных вопросов. Не забывайте про нашу русскую ментальность и фатализм. Изобретительными мерами можно загнать проблему вглубь, но не решите. И где набрать такое количество контролеров для отслеживания, пишет Анна. Ну вот, собственно, Анна и задает этот главный вопрос про количество контролеров. Получается, что главным контролером станет сам человек, который и курит. Этот закон принимается именно для каждого конкретного человека. И ты сам будешь себя наказывать. В отношении вообще здоровья человека единственным контролером и хранителем здоровья может быть только он сам. В этом пафос даже тех сейчас высказываний из разряда федеральной социальной рекламы. Если твое здоровье не нужно тебе, то оно не нужно никому. Спасение утопающих, так и как сохранение здоровья, это дело рук самих людей, имеющих это здоровье. Очень важно понимать, что чрезвычайно справедлива русская поговорка, что имеем не храним, потерявши плачем. Если человек утратит ресурсы своего здоровья, то порой никакая медицинская технология ему не поможет это вернуть. Мы не храним не только свое здоровье, но и здоровье окружающих. Потому что пассивные же курильщики. Да, мы, быть может, неправильно расставляем акценты. Когда мы принимаем этот закон, и когда мы его вообще рассматриваем, и возникает вопрос о том, чтобы он был бы в обществе нужен, то мы в первую очередь, наверное, заботимся не о курильщиках, которые уже курят, а о тех людях, которые не курят. И нужно было бы тогда рассказывать людям о том, что вот да, действительно, мы принимаем этот закон, потому что мы беспокоимся о здоровье тех людей, которые не курят. Потому что эти люди, которые курят, им не помогают. Ни высокие цены, ни надписи на пачках, ни... Даже вот эти картинки, будут они помогать или нет? Вот нам пишут слушатели, говорят, что вроде как нет, всё равно буду курить. Получается, главным образом акцент здесь нужно поставить на тех людей, которые именно занимаются пассивным курением. Об этом, как-то говорится, очень мало. Вы на самом деле очень правы, и даже если мы тут расставим чисто статистические акценты, 43 миллиона человек курит, но 50 миллионов являются пассивными курильщиками. И это очень часто женщины, это очень часто беременные женщины, дети, которые вынуждены находиться в атмосфере, созданной другими людьми, где их принуждают к пассивному курению. Получается, этот закон должен защищать их. В том числе. Как им с ними работать, с этим законом? Вот я пассивный курильщик, и вот есть этот закон, и вроде бы тут человек курит, мне кого звать, что мне делать? Ну да, вот ехала я в поезде буквально несколько дней назад, моё место было в конце вагона, ну, соответственно, тамбур неподалёку, и оттуда весь этот запах идёт. Почему я должна страдать от этого, да? А ведь на транспорте уже нельзя курить. Я думаю, что органы правоохранительных дел и кодекс об административных правонарушениях должны фактически быть той защитой прав не курящих на чистый воздух, как это существует во всех странах. Должны существовать штрафные санкции, и должны существовать представители учреждений правопорядка, которые должны призывать к соблюдению этого закона. Помимо того, что в обществе должна создаться атмосфера неприятия курящих людей. В общественных местах мы боремся, на самом деле, не с курильщиком. Мы боремся именно с курением в общественных местах. У нас на линии Владимир Стариков, член комиссии по охране здоровья, спорту и молодёжной политики, общественной палаты Кировской области. Владимир, здравствуйте. Добрый день. Да, как вы расцениваете, что на пачках сигарет появятся страшные картинки, ну и вообще все запретительные меры, приведут ли они к положительным результатам? В 2006 году Россия присоединилась к рамочной конвенции по борьбе с курением. Одним из пунктов этого запрещения рекламы курения, в частности, размещения вот такого логотипа. Давайте так. Все последствия, которые возникают у курения, связанные с рак лёгких, компутацией и так далее, и все болезни, которые усугубляют курение, и все это должно быть отражено на пачках сигарет, потому что я так считаю, что если даже, ну, пусть страх за своё здоровье, этот страх за своё здоровье, пусть хотя бы проснётся разум от этого страха, потому что иначе нельзя. Посмотрите, вот я ещё раз хочу повторить, когда у нас было очень большое заседание комиссии по борьбе с курением, да, и там пришёл один посетитель, он принёс сигареты, которые пахнут яблоневым цветом, а на ней целующийся паренёк с девушкой. Посмотрите, что творится, и как вы это расцениваете, да? Я считаю, да, на пачках сигарет надо размещать устрашающие последствия курения, и это хотя бы к самозащите приведёт. Владимир, ну, мы говорим в основном о запретительных мерах, но вот тут ещё у меня возникла такая мысль, есть же ещё и меры, когда, допустим, поощряется некурение работников предприятий. Совершенно верно. Да, кстати, у меня была такая работа, нам платили 500 рублей в месяц за то, что люди не курили. Мне кажется, очень даже неплохо. Совершенно верно, конечно. Вот не забыли ли об этом? Человек, проведённый в обществе курильщиков в течение 8 часов, равносилен тому, что он выкурит 5-6 сигарет самостоятельно. А представьте себе, дети маленькие в семье, где курят. Потому что я даже... Действительно, я посчитаю, что к государству совершенно верно. Но здесь надо очень чётко определиться. Как бы запретительные меры и меры профилактические, разъяснительные. Ведь, пожалуйста, если вы хотите бросить курить, пожалуйста, а государство имеет средства для того, чтобы вы обратились к психологу, если вы самостоятельно не можете. Здесь очень много моментов. Нужно только личное желание бороться за своё здоровье. Владимир, спасибо вам большое за комментарии. Всего доброго. До свидания. Владимир Стариков, член комиссии по охране здоровья, спорту и молодёжной политики, общественной палаты Кировской области. Ну, говорим мы сегодня о том, что действительно курить плохо, и то, что запретительные меры должны быть, и нужно беречь и другие граждане, которые неподалёку находятся, и которые становятся пассивными курильщиками. Но ведь и курильщики, они тоже пытаются защищать свои права, и в интернете много тоже там отзывов, комментариев о том, что они там за свои права-то тоже борются и говорят то, что ну вот мы курим, и почему вот вы вот так вот с нами плохо. Может быть, как-то не запретить, то есть для них-то тоже какой-то комфорт. На самом деле вот в магазине лежит пачка сигарет и, не знаю, упаковка печенья. Всё легально, всё в порядке. Но при этом вот за пачку печенья тебя никто не ругает, а вот за сигареты найдутся обязательно те, кто поругает. Ведь на самом деле мы не пытаемся ущемить курильщиков и создать для них невыносимые условия жизни. Мы, наоборот, создаём ту инфраструктуру социальную, где курильщику будет оказана помощь. С одной стороны, федеральный закон предусматривает курение в специально отведённых местах. И ведь порой складывается какой даже интересный парадокс. Какая-то организация или предприятие в соответствии с этим законом для курильщиков предприятие создаёт комнату для отдыха. Для некурящих часто такой комнаты не создано. И некурящий человек, если он хочет сменить даже антураж, интерьер того помещения, где находится, вынужден прийти в комнату для курения. То есть для курильщиков, с одной стороны, социальная инфраструктура уже 10 лет назад была продумана в виде таких комнат. Мы порой видим и в аэропортах такие своеобразные помещения-аквариумы, просматриваемые со всех сторон, куда курильщик может прийти, когда он захотел покурить. С другой стороны, сейчас в России создана уже инфраструктура даже так называемых центров здоровья, куда курильщик может прийти, оценив степень пагубного воздействия табака на его организм при помощи специальных смокелайзеров, приборов, оценивающих воздействие курения на газообмен, на состояние легких и так далее, и получить рекомендацию по отказу от табака бесплатно. Взять только паспорт, полис, собственно говоря, и прийти в любой из центров здоровья. В Кирове у нас вот таких, например, 7 центров здоровья, как для детей, в том числе, которые могут быть курильщиками, так и для взрослых. То есть мы движемся в направлении все-таки общества, где гармонично будут сосуществовать курящие и не курящие. А для курящих будут созданы условия, в принципе, даже реабилитации. Потому что многие курильщики находятся в том состоянии зависимости, когда они хотели бы выбраться из этого состояния. И им не хватает в том числе порой даже социальных аргументов, почему не курить. И вот это такое болезненное, но социальное лечение для тех, кому не хватает аргументов для того, чтобы бросить курить. Мы продолжим после рекламы, почитаем ваши смски и попринимаем ваши звонки 708-502-8909-720-101-0. Подписывайтесь. Да, очень я хочу, чтобы курильщики до нас дозвонились и сказали свое веское мнение. Эй, 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 куда? Реклама! Мы источник веселья и скорби рудник. Мы в местилище скверный и чистый родник. Человек, словно в зеркале мир, многолик. Он ничтожен, и он же безмерно велик. Благотвори себе во благо. Компания Интеройл. Сегодня готовить буду я. Нет, я. Я первый успел. Но сегодня моя очередь. Подобные споры возникают у всех, кто приобрел кухню Мария. Ничего удивительного, на таких кухнях готовить хочет каждый. Мария. Когда кухня в радость. Октябрьский 74. Телефон 32-04-08. И Комсомольская 8. 37-31-38. В прошлом году каждая четвертая квартира в Кирове была построена нами. Но мы не останавливаемся на достигнутом и объявляем о новом специальном предложении. Однокомнатные квартиры в чистых прудах от 851 тысячи рублей. Киров спецмонтаж. Звоните 511-220. Проектная декларация на сайте ksmdfiskirov.ru Домой. Строительство и ремонт. Полезный и практичный журнал о строительстве, ремонте и обустройстве вашего дома. Выходит ежемесячно. Бесплатно. Ищите в строительных и мебельных магазинах города. Телефон рекламной службы 70-80-90. Партнер программы «Дневной разворот» Кировские ССК. Продолжается программа «Дневной разворот» в Кирове. Светлана Удельна и Грессио говорим о том, что сигаретные пачки украсят шокирующее изображение. Уже в ближайшее время на пачках сигарет появятся картинки, изображающие последствия курения. Ну, то есть рак губы, рак лёгких, всевозможные такие вот страшные картинки. Ты хотела веское мнение курильщиков. Есть пока только по СМС. Сигареты, которые продаются сейчас, сделаны непонятно из чего. Одна химия. Настоящий табак намного безопаснее, пишет Дмитрий. Ну, а, кстати, сейчас ведь модно курить табак, самокруточки делать. И что? И точно так же ты куришь, точно так же рядом с тобой стоящие люди тоже пассивно курильщиками становятся. На самом деле это мнение из разряда табачной мифологии. Табачная мифология достаточно пестра и многогранна. Существует вот такой миф относительно лёгких сигарет, что есть лёгкие сигареты, есть сигареты с большим содержанием смола никотина. Доказано, что если человек берёт в руки лёгкие сигареты, то он, рефлекторно не замечая сам, увеличивает количество затяжек и продолжительность затяжки. И в результате курения сигарет он получает порой большее количество никотина и смол и увеличивает интенсивность курения. А если у него поформируется даже привычка выкуривать большее количество сигарет, а порой большее количество пачек сигарет. Ну, это что касается лёгких сигарет, а мы сейчас говорим о табаке. Да, знаете, конечно, постоянно споры идут про тот же кальян, к примеру. Потому что одни говорят, он вреден, другие говорят, он вообще безвреден. Другие говорят, что он не такой вреден, как сигарет. Да, табак же ты сам покупаешь, смотришь, да, действительно табак, никаких примесей нет, и сам сейчас всё закрутишь, и хорошо всё. На самом деле, конечно, если мы говорим о других табачных изделиях, то это уже давным-давно доказано, что они таят не меньший риск для сердечно-сосудистой системы и для, в плане опухолевых заболеваний, даже нюхательный табак, жевательный табак, ведь во многих странах мира это чрезвычайно широко распространено. То есть, на самом деле, это иллюзия безопасности для многих курильщиков. То, что касается кальяна, тут есть ещё одна опасность, это источник распространения туберкулёза в обществе, передачи. То есть, многие ведь и не догадываются, что здесь мы не только о табаке говорим, а чисто даже о гигиенических вот таких процедурах. Вот, потому нельзя согласиться с тем, что существует менее опасное табачное изделие. Это, на самом деле, стратегия вовлечения в табачную игру тех, кто хотел бы покурить, но не осуществить какой-то ущерб для своего здоровья. Это такая ловушка, на самом деле. Ну, то есть, всё тоже вредно, а то, что касается запретительных мер, это будет касаться только то, что нельзя будет курить в общественных местах и так далее. Это будет касаться только сигареты или табака тоже. Ну, сейчас мы говорим всё-таки о курении, о неоживании, предположим, табака. То есть, мы говорим о том, что можно использовать, где получается дым. О чём мы тут ещё говорим? О том, что существует... То есть, я прихожу в кафе, заказываю кальяны, и это не будет считаться то, что я курю? Я думаю, что нужно комментарий к закону будет нам более внимательно читать, если кальян, скорее всего, он может быть приравнен к изделиям табачным сам по себе. Тут вот какой существует феномен. Существует феномен так называемой боковой струи табачного дыма. Если мы возьмём сигарету и курильщик, который через фильтр вдыхает этот дым, этот дым оказывается даже менее токсичным, чем дым, образующийся на кончике сигареты, где температура горения ниже, и потому воздействие пассивного курения может оказаться ещё более брутальным на человека, который рядом, чем вдыхание дыма через фильтр сигареты. То есть, вот почему мы говорим о пассивном курении как о проблеме в том числе. Ну, сейчас мы пообщаемся об этом с врачом-птихотерапевтом Александром Митилёвым. Александр, здравствуйте. Добрый день. Да, говорим мы сегодня о том, что появятся на пачках сигарет устрашающие картинки, но и плюсом и о других мерах, в том числе и о том, что нельзя будет курить в общественных местах. Как вы к этому относитесь, ну и вы, как врач, методики избавления от этого всё-таки существуют? Или человек, который курит, то уже, в общем-то, достаточно сложно отказаться, это действительно? Значит, в принципе-то это очень правильная позиция. То есть, вот проблема курения – это вообще-то государственная проблема. И то, что принимают всё-таки вот меры, в том, прежде всего, такого пропагандистского характера, что нужно отказываться от курения, потому что курение – это вредно, это очень разумно. А надписи уже есть, что курение приводит к смерти, если будут дополнительные картинки. Ну, в принципе-то это хорошо. Ну, хочется нам услышать и вашу точку зрения, как врача. Вот методы избавления всё-таки, они существуют или же нет? Или, ну, человек, который курит, ну, это как человек, который болен, или как его можно оценивать? Значит, ну, прежде всего, с одной стороны, это болезненное состояние. Это однозначно. Потому что возникает зависимость как психологическая, так и физическая. Вот. Но вместе с тем бросить курить – это реально, и причём это легко можно сделать. Всё заключается в мотивации, почему человек хочет бросить курить. Основной причиной бросить курить должно быть только, во-первых, человек это должен делать для себя. И второй очень важный момент – человек должен делать это для здоровья, для своего здоровья. Какие-то другие мотивы, например, жене не нравится, детям не нравится, там, соседи недовольны, там, денег жалко, уже курить не бросить. Но, получается, главный мотив – бросить курить человеку в России. Самое главное. Да-да-да-да-да. Это уже когда здоровья нет. А вот здесь очень важный момент. Тут два момента. Вот существует такое мнение, что человек бросает курить, у него уши вянут, как в народе говорят. Настолько человеку тягостно и плохо. Это, вообще-то, мнение навязанное. Может быть, даже теми людьми, которые пропагандируют именно курение. Бросить курить можно легко, свободно и без тягостных ощущений, если у человека есть мотив бросить курить. А основной мотив – это здоровье. А вот здесь еще есть очень важный момент. Если человеку нравится курить, ради бога, пожалуйста, пускай он курит. Причем, осознавая, что кабак – это яд, причем осознавая, что курение отрицательно влияет на легкие, на сердце, на организм в целом, на красоту. Особенно это для девушек значимо, внешний вид. Но курит, пускай сам себя не ругает. То есть не занимается самоуничижением, что я плохой, что то, что я курю. Так а можно ли в таком случае сравнить никотиновую зависимость с героиновой, как вот говорят? Ну, героин – это что? Это наркотик. Значит, мы сейчас немножечко как бы говорим о том, что вот бросать курить. Бросать курить или не бросать курить, да? Нет, вы имеете, вот вы говорите, что вроде как вот все эти разговоры о том, что тяжело бросить курить, что якобы тебе насказывается как-то на твоей зависимости, что вот тебе хочется вот там хотя бы одну тяжечку еще сделать. Вы говорите, что все это глупости, и вроде как можно бросить легко и свободно. Но в то же время многие говорят о том, что никотиновая зависимость, она сравнима чуть-чуть не с героиновой. Вот в народе есть такое выражение, что бросить курить тяжелее, чем бросить пить. Это связано только в том случае, если у человека нет достаточного мотива бросить курить. А человек пьет, он может закодироваться. А есть ли такие же меры для людей, которые курят? Есть, безусловно. Есть море видов лечения, начиная от лекарств, которые замещают. Ну, то есть, видите, мы все-таки говорим о лечении. То есть, это должно быть лечение. Это не самоотказ какой-то, не самоконтроль или что-то еще. То есть, это лечение. Получается, все-таки от этого тяжело освободиться. Так, ну, насморк лечить тяжело или нет? Ну, как сказать. В каждом случае по отдельности. Можно ведь и просто переждать, у тебя иммунитет, выработает необходимый. Вот, как говорят народы, насморк лечишь, через 7 дней проходишь, не лечить, тоже через 7 дней проходит. Значит, с одной стороны, это болезненное состояние, но его можно решить, от него можно избавиться. Можно избавиться самому, если принять правильное решение, можно обратиться за помощью к врачу. Виды лечения самые разные, начиная от некоретки, табак, препараты, которые, как бы, не имеют отрицательного свойства табака, кроме никотина, наличия никотина. Человек, как бы, замещает никотин. Иглорефлексотерапия, лазерное блокирование, различные виды психотерапии, в том числе и кодирование. То есть, вариантов много. Было бы только желание воспользоваться этими вариантами. Александр, спасибо вам большое за ваш комментарий, это нас уже время поджимает, услышали бы вас. Спасибо большое, что были с нами. Да, Александр Мютелёв, врач-психотерапевт, был с нами на линии. 708-502, наш номер телефона, прямой эфир 899-720-101-0, номер для ваших смс-сообщений. В студии у нас Иван Рясик, начальник отдела медицинской профилактики Медицинского информационно-аналитического центра. Иван, хотелось бы еще поговорить поподробнее об этом законопроекте, который, может быть, скоро вступит в силу. Что тогда нас ожидает, и когда его ожидать, когда вступит? На самом деле, вообще, если говорить о возможностях изменения законопроекта и о возможностях целой серии законопроектов, которые будут дополнять федеральный закон, то это всего лишь один из маленьких штрихов. Если мы говорим о том, в каких сферах нужно предпринять ужесточение, это, конечно, в первую очередь те общественные места, где мы можем ограничить еще курение табака. Это существенный рост акцизов, потому что те 8, 10, 20 процентов, это на самом деле незначимые цифры. Если бы сигареты стоили в 2 или 3 раза дороже, вот это было бы еще более значимое влияние. Если мы говорим о введении дополнительного места, это органы муниципальной власти фактически, где будет тоже введено ограничение, это, конечно, плюс. Хотя большего мы ожидаем, например, от того законопроекта, который с 1 октября 2012 года должен вступить в силу и должен ограничить продажу табачных изделий, как и алкогольной продукции, непосредственно у кассы магазина. О чем мы сегодня уже говорили, да. В последнюю минуту человек об этом мог вспомнить. Важно не только, может быть, концентрироваться на законопроекте, сколько сделать очевидным для большинства курильщиков то, что уже сейчас в России, вне зависимости от того, как будет меняться законодательство, созданы условия для того, чтобы большинство курильщиков перестали курить. И на самом деле это не просто там книжка «Аленкар. Легкий способ бросить курить». Ну, кстати, многие говорят, вот по поводу этой книжки, кто курит, почитали и еще больше захотели курить. Да, это не обязательно вот такого рода мотивация, хотя мотивация очень важна. Существует международный опыт. В каждой аптеке есть никотин-заместительный пластырь. И большинство курильщиков по всему миру, если бросают курить, они просыпаются, наклеивают этот пластырь, вечером его снимают. Если пластырей не хватает, они берут короткодействующую никотин-заместительную жвачку, предположим, и у них нет феномена отмены, у них нет абстиненции, у них нет ломки. То есть человек может полноценно жить без сигарет, используя те средства, которые являются даже безрецептурными и могут быть частью его образа жизни, на пути освобождения от сигарет. Я сейчас просто скажу свое мнение, как итог передачи, может быть. Все-таки мне кажется, что у нас государство, оно не ведет войну с табачными лоббистами, а оно идет на всем нам понятные компромиссы. И это самая главная проблема. Вот и все. У нас в студии появилась Ольга Болезина, через мгновение будут новости. Выпуск новостей выходит при поддержке филиала ОАО «Банк ВТБ» в городе Кирове. Добрый день, в эфире новости. У микрофона Ольга Болезина. Общественники проверят земли, которые выделяют многодетным семьям. В общественную палату региона обратились три десятка семей с жалобами на качество участков, которые им выделили бесплатно. Некоторые находятся рядом с кладбищем или очистными сооружениями, сообщили в общественной палате. По мнению Сергея Улитина, ставшего членом палаты в начале мая, в городе не так много свободных участков и возможности для выбора очень ограничены. Но члены общественной палаты решили устроить рейд по выделяемым землям, чтобы самим посмотреть, насколько они пригодны для проживания. В Котельническом районе готовятся к масштабным палеонтологическим раскопкам. Кости и мамонта были найдены осенью 2010 года около одной из небольших речек Котельнического района. Палеонтологи считают, что в этом месте находится достаточно крупное скопление останков животного ледникового периода, либо даже полный скелет. По словам заведующего филиалом Вятского палеонтологического музея в Котельниче Михаила Жданова, сейчас идет работа по получению специальной лицензии на работу. Планируется, что раскопки пройдут летом этого года и, по данным сайта Котельнич.инфо, предстоит большой объем земляных работ. Возможно, даже придется отводить русло реки в сторону. Кировчанам предлагают присоединиться к шествию сказочных героев. 19 мая по центру Кирова пройдет колонна участников всемирных сказочных игр. Городская администрация предлагает всем желающим принять в нем участие. Для этого необходимо надеть карнавальный костюм или маску и взять с собой цветы, искусственные или натуральные. Колонна собирается в половине четвертого кукольного театра. После шествия на театральной площади пройдут выступления сказочных героев и шоу «Мыльных пузырей». К этому часу все. В студии работала Ольга Болезина. Банк ВТБ. Полный комплекс банковских услуг для юридических лиц. От расчетно-кассового обслуживания до кредитования. Подробности в офисе банка. По адресу. Город Киров. Улица Мопро. Дом 113А. Телефон 36-5106. Генеральная лицензия Банка России. Номер 1000. Дневной разворот в Кирове. Светлана Дельна, Игорь Рысев. Ольга Болезина. Все еще на студии. Ольга, ну ты не куришь, но все равно мне твой интерес по поводу пачек с устрашающими картинками. Да, я выступлю, наверное, с позиции тоже обывателя. Я поддерживаю любые, даже, не знаю, самые дикие, самые безумные меры для того, чтобы предотвратить среди молодых начало пристрастия к курению. Или еще каким-то образом отвернуть людей от этого. Не знаю, продавать сигареты поштучно, в одни руки одну штуку, чтобы каждый раз приходилось бегать, а потом было лень уже просто это делать. Запретить курение за углом дома и там, не знаю, еще что-то. Фотографировать девушек некрасивых, съежившихся с сигаретами, помещать в газету. Все, что угодно. В газету источник новостей. Что, что так вспомню. Кстати, наш коллега как раз тоже из газеты, из нашего холдинга, недавно был в Таиланде, а там уже эти картинки уже есть на пачках. И он говорит, что действительно, когда покупаешь, обращаешь внимание, выбираешь... По-симпатичнее. По-симпатичнее, да. Если как-то там рак легких изображен или там рак губы, то выбираешь просто там папу с ребенком курящего. Ну, то есть не так страшно. Так что, вот, действует. Переносим тему на следующий час. 708-502. Наш номер телефона. Прямой эфир у нас. Звоните. Скоро вернемся. Спасибо.